Здравствуйте, меня зовут Наталья, мы живем в Канаде на 30 километров около города Мэн-Риаль, здесь в провинции как бы французская Квебек, у меня есть сын, пятилетний Сорин, в 4 года где-то он был диагнозирован с аутизмом, наш врач семейный заметил странность около 2 лет с половиной, мы подождали, мы думали, что это не так, что может быть он освоится, потом начнет говорить, но этого не произошло и впоследствии как бы где-то подождали, да, где-то полтора года, чтобы он, чтобы ему как бы поставили этот диагноз, ну они нас водили по разным специалистам, чтобы увидеть, если он слышит, если он не слышит, если он хорошо видит, мы были по разным специалистам, диагнозы никакие мы ему не ставили, ну анализы какие-то мы никакие не давали, все это происходило только по остальному, это в последнее время он только увидел педиатр, и педиатр, и поставил ему этот диагноз, другие тесты, другие основные как бы анализы какие-то, мы этого ничего не делали, потом он был в каком-то центре где-то один раз в неделю ходил, этот центр был усвоен, чтобы дошкольники, как бы у которого есть какие-то проблемы, они не разговаривают, или у них другие проблемы, они начинают как бы с ними работать, и он раз в неделю туда ходил, и потом уже школа как бы, ну школа это нулевой класс, сейчас он в нулевом классе, не четыре мальчика там тоже не разговаривают, у них тоже этот спектр аутизм, и что могу сказать, мы связались с Давидом, после первого сеанса, могу сказать, изменения какие-то есть, он обычный, он не одевается как бы самостоятельно, но я недавно заметила, что дал, как обычно, даю вот на день это, на день то, и он начинает чуть-чуть одеваться, но ему нужна помощь, а вот носки он, это вправду, как бы я думаю, никогда даже не пыталась ему давать носки, чтобы он сам надел, один раз дала, и он как бы начал хныкать, и я поняла, что дальше нельзя настаивать, а недавно, вот где-то два дня назад, я ему дала носки, и он сам надел, и это для меня было изменение, говорю, о, Сури начал уже расти, знает, что надо надевать самому, самостоятельно, другое изменение, мы заметили, что он уже как бы любит, и начал спать после обеда, обычно он был, вот видно было, что ему хочется спать, но это было невозможно, мы хотели у него укладывать, пытались укладывать его, чтобы он поспал чуть-чуть после обеда, и это был кошмар, он не хотел, обычно он смотрел чуть-чуть мультик, потом игрался, но никак не хотел спать, а сейчас мы ставим музыку классическую, или другую, медитационную такую, чтобы он спал, и он начинает засыпать, или с нами спит, или один, но это для нас, это хорошее изменение, потому что потом он намного спокойно, после как поспал, и хочу сказать спасибо Давиду, потому что мы даже не думали, что такие изменения сразу будут, думали после второго, третьего сеанса, как после первого, вот ждем другие сеансы с Давидом, и надеемся на другие изменения, чтобы он начал разговаривать, это, думаю, это основная наша проблема, хочу сказать еще раз спасибо, и кто еще не связался с Давидом, свяжитесь, и у вас будут изменения в поведении вашего ребенка, спасибо.